Новосибирских ветеранов и блокадников поздравили на торжественном приеме в честь приближающегося Дня Победы. Встреча прошла в одном из современных загородных санаториев, где участники Великой Отечественной проходят оздоровительные процедуры. Подробности далее. Я всем желаю крепкого, устойчивого, безболезненного здоровья на многие годы, но жизнь до моих лет и более. А для этого нужно самому стараться. Такому боевому настрою в 97 лет можно только позавидовать. Яков Федорович Асачий участвовал в воздушном параде над Красным проспектом 9 мая 1945-го. Сейчас подбадривает ветеранов для общей фотографии, чтобы сохранить память для потомков. Дмитрий Исакович Кучерявый начал свой боевой путь на Курской дуге. Дошел до Берлина. Удивление ветерана вызывают киноленты о войне, в которых русские солдаты бегут по столице павшего Третьего рейха в сапогах. На деле у большинства ноги были в тряпичных обмотках. Я два года на фронте пробыл, две зимы и не видел крыши над головой. Нас ставили всегда оседлать подступы на Стрелевую пункту. Артиллерию ставили метров пятьсот от дороги. Если идут танки, мы их лупим. Вот так вот. А капали, в ровниках ночевали, все. Отдельная нить военной истории – блокада Ленинграда. Каждый час в то страшное время в северной столице бил метроном. А голос из громкоговорителей сообщал – город жив, город непобедим. Война, война есть, да. Но когда наступило вот время, 8 сентября, и оказалось, что город уже окружен, и что началась блокада Ленинграда, люди еще сначала как-то были в таком растерянном виде. Ну а потом уже все, люди собрались силами, они, значит, взяли себя в руки и сказали – мы будем стоять до последнего. Но город врагу мы не сдадим. Глава региона Андрей Травников говорит буквально с каждым ветераном. Интересуется, как здоровье, какая помощь требуется. Дорогие наши ветераны, как рады мы сегодня вас здесь видеть. Всех, всех, кто сражался на фронтах и в партизанских отрядах, кто трудился героически в тылу, кто пережил страшный ад концлагерей, чье детство выпало на самые тяжелые годы истории нашей страны. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное за то, что вы вернулись с победой. Спасибо огромное за то, что мы живем и живем в стране, которая гордится своей историей. Главной площадкой празднования Дня Великой Победы в Новосибирской области по традиции станет Площадь Ленина. Однако принимать военный парад на трибунах, к сожалению, здоровье позволяет уже не каждому ветерану. Годы берут свое. Именно поэтому в преддверии большого события в регионе организуют целый ряд торжественных мероприятий, чтобы ни один солдат Победы не остался без внимания. Николай Сальников, Алексей Погодин. Новости ОТС.